Новая школа на тысячу мест в пригороде Ижевска планирует построить новый образовательный объект, когда начнутся работы и сколько школ здесь еще нужно. К дорожному полотну претензий нет, но есть и замечания к доступной среде, что попросили доработать общественники. В столице республики завершился ремонт по улице Красной. И подарок к новому учебному году. В республике идет ремонт точек роста, где появятся новые пространства для творчества и исследований. Выплаты на детей к началу учебного года начнутся с 16 августа. Правительство страны утвердило правило предоставления 10 тысяч рублей на школьников. Напомню, это единовременная мера поддержки семей, которая установлена по предложению главы государства, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Принимать заявление будет пенсионный фонд с 15 июля по 1 ноября. Сделать это можно как в отделении фонда, так и через портал Госуслуг. Необходимо представить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка, а также реквизиты банковского счета. Если детей несколько, достаточно одного заявления на всех. Пользователям портала Госуслуг уже, кстати, направлены уведомления для предварительной подачи заявлений по электронной почте. В Завьяловском районе построят еще одну школу. Здание на тысячу мест собираются возвести в поселке Хохреки. Территория активно развивается, как и весь престоличный район. Какие еще социальные объекты здесь необходимы, обсудили во время рабочего визита главы республики. Подробности у наших журналистов. Планируется застройка целого нового микрорайона. И как раз внутри этого нового микрорайона уже определено место, где будет в перспективе построена новая школа. Каждый год населения Завьяловского района увеличивается на три тысячи человек. Поэтому строительство новой школы в деревне Хохреки – необходимость. Сейчас здесь работает всего одна школа на 150 мест, а учеников в ней уже почти 500. При благоприятном прогнозе строительства МКД, частной застройки, то к 2025 году у нас будет детей школьного возраста больше тысячи человек. Больше тысячи человек. Поэтому, конечно же, мы сегодня будем говорить о перспективах строительства здесь школы. Застройщик готов пойти навстречу и выделить 3,5 гектара земли под строительство школы на тысячу мест. Поручение главы республики готовить документы на одном объект в Москву, чтобы включить его в федеральную программу. Строительство может начаться уже через год в перспективе школы в Каменном и Пирогово. А ближайшие планы – завершить строительство школ в Пычанках и Игуле. Проблему с адами здесь практически решили. За три года в Завиаловском районе построили семь детских садов. На очереди еще один в Хохряках на 220 мест. Решаются и проблемы с дорогами. В целом район такой деньги финансирования не получал никогда. Более 400 миллионов рублей в этом году. На этом мы не останавливаемся. В следующем году еще 200 миллионов рублей получит район. Поэтому можно уверенно сказать, что по дорогам и тротуарам, ну скажем так, по центральным улицам и магистралям таким напряжение снято. Всего в этом году в Завиаловском районе отремонтируют более 25 километров дорог. Оксана Хрюкова, Анна Ковырзина. Новости. Пьяным водителям-рецидивистам ужесточили наказание. В России вступили поправки в уголовный кодекс. Об этом напомнили в региональном управлении ГИБДД. Теперь за повторную пьяную езду нарушителю грозит штраф до полумиллиона рублей, колония на три года и лишение прав на шесть лет. Такое наказание грозит тем, кто уже имел осудимость за управление автомобилем в нетрезвом виде. В Удмуртии по вине пьяных водителей с начала года уже пострадало около сотни человек. С участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. Снижение составило 26%. Аналогичный период прошлого года было 82. В таких дорожно-транспортных происшествиях погибли 9 человек. И 82 получили травмы различной степени тяжести. В ГИБДД также отмечают количество пьяных водителей-рецидивистов республики не снижается. Так, с начала года они уже сдержали более трех тысяч водителей под шофе. Более 400 из них сели за руль в нетрезвом виде повторно. А в Ижевске по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» завершился ремонт на улицах Ленина и Красной. Участок сложный. Это самый центр города. Дорожники впервые здесь применили новые технологии. К самому покрытию у приемной комиссии не было никаких вопросов, но замечания общественники все-таки сделали. Какие, расскажут наши журналисты. Целый месяц рабочие по ночам перестилали дорожное покрытие в самом центре города. Движение днем на время ремонта ни разу не останавливали. Это одна из самых загруженных транспортных развязок. Здесь и конечная остановка сразу нескольких автобусных маршрутов и высокий трафик пешеходов. Гарантия на новое покрытие пять лет. В городе, по словам подрядчика, этот вид асфальта применили впервые. Новые материалы – это еврофракция, асфальт и бетон. Это А11, НН-смесь и Ищма-16. Они более-более долговечные, так скажем. Кроме проезжей части, здесь отремонтировали и тротуары. К ним у общественников замечаний тоже нет. Бордюрные камни при пересечении с проезжей частью занижены. Колясочникам переходить дорогу удобно. А вот проехать к остановке Сергей Меркурьев не смог. Пример, как не нужно делать, потому что здесь и высокий угол заклона, наклона при заезде можно перевернуться. Ну и плюс сделано с уклоном влево, потому что здесь очень опасный участок. Подрядчик объясняет, здесь не было предусмотрено реконструкции, поэтому просто заменили старое покрытие на новое. Чтобы переделать, нужен новый план и, соответственно, деньги. Этим займется администрация города. Здесь же всегда так было. Здесь всегда не могли пройти с коляской. Это проблема ни одного дня. Но, к сожалению, мы не смогли в рамках наших денег ее решить. Мы смогли отремонтировать только покрытие. Василий Килин тоже озадачен. Он представляет сообщество слабовидящих и незрячих людей. Обращает внимание приемной комиссии на то, что на двух пешеходных переходах неправильно уложена тактильная плитка. Тактильная плитка по отношению к пешеходному переходу развернута под углом. И она направляет не на пешеходный переход, а на перекресток. То есть непосредственно под любую машину человек с тросточкой может просто попасть. Замечания справедливые отметили в комиссии. Поэтому тактильная плитка будет переложена с учетом всех замечаний уже в ближайшие дни. Наталья Байгозина, Альбина Валикжанина, Юрий Дроздов. Новости. В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Около 10 тысяч доз спутника ВИ и 780 доз препарата Ковивак. Вакцины уже распределили равными частями по всем поликлиникам республики. По словам главного внештатного специалиста по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, Ковивак показан не всем. Его советуют ставить только абсолютно здоровым людям в возрасте от 18 до 65 лет. Сама, как врач, я бы не рекомендовала людям с обслабленным иммунитетом, а также с наличием хронических закопливаний, подчеркиваю, стадиками декомпенсации или субкомпенсации. То есть тогда, когда человек не соблюдает назначенные препараты, допустим, режим врачом, вот этот именно препарат, он им не показан. Здесь надо будет с врачом сделать выбор в отношении двух других. Это будет более правильный подход к вакцинации. На сегодня в Удмуртии привиты порядка 250 тысяч жителей республики. Количество желающих поставить прививку по-прежнему превышает предложение. В среднем ежедневно в Удмуртии одну аппликацию делает около 11 тысяч человек. Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, на центральной площади отрегулировали процесс вакцинации, поэтому стоять долго в очереди не придется. По темпам вакцинации республика вышла на 12 место в стране. В Минздраве Удмуртии ведут рейтинг районов республики по количеству привитых. Так на данный момент в лидерах Дебесы и Камбарка, а в Утсайдерах пока остаются Ярский, Кизнерский, Вавожский и Кеский районы. Более 200 краж велосипедов с начала года произошло в Удмуртии. По количеству велокраш лидирует Ижевск. Только за минувшие сутки три жителя столицы лишились своего двухколесного транспорта. Как обезопасить своего железного коня узнали наши корреспонденты. Прогулки на велосипедах для семьи Елены Рупасовой – любимое занятие. Двухколесный транспорт хранят в подъезде. Оказалось, это не самое безопасное место парковки. Недавно семья стала жертвой веловоришек. У нас стояли, мы не прицепляли ничем, не замками, ничего. Просто вот украли и все, вечером ночью, видимо. Но у нас там не закрывается, ничего. Подъезды-то. Вдруг стоял, да, велосипед? Подъезды внизу, там у нас на первом этаже. Ну вот сейчас и задумываемся уже. То есть, что как бы замки вот эти, ну все, которые это прицепляют. Матвей Шемякин за рулем уже два года. Свой велосипед без присмотра не оставляет. На парковке всегда фиксируют его специальным замком. Проводим через раму и прицепляем. И все, он не поедет? Да. То есть, он чуть-чуть проедет и все. Наших же нет. Только поднимаем, садим кольцо. Правда, в полиции говорят, такие замки от краж тоже не всегда спасают. В этом году в Ижевске уже украли 130 велосипедов. Большинство удалось вернуть владельцам. Так, например, недавно в Ижевске задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в целой серии велоугонов. Пока точно установлена его причастность к трем кражам из подъездов многоэтажек. Кому он продавал чужой транспорт, сейчас устанавливает полиция. В раскрытии таких преступлений помогают камеры наблюдения и регулярные рейды. Мы останавливаем велосипедистов, проверяем их велосипеды на предмет розыска. То есть, каждый велосипед у нас имеет идентификационный номер. Мы его сверяем по базе, значит, или не значится в розыске велосипед. И таким вот образом пытаемся выявить лиц, причастных к краже велосипедом, либо сами велосипеды, которые раньше были похищены у граждан. В полиции советуют лучше всего двухколесного друга хранить дома и не покупать подержанные велосипеды. Как показывает практика, многие из них могут быть краденными. Анна Ковырзина, Павел Яскин, Новости. В новом учебном году в сельских школах Удмуртии откроют 39 новых точек роста. На обновление материально-технической базы выделено 60 миллионов рублей по национальному проекту образования. Ремонтные работы уже идут. Ранее в точках роста основное внимание было направлено на развитие цифрового и гуманитарного профилей. В 42 школах республики за последние два года созданы новые кабинеты технологии, ОБЖ, информатики, робототехники, каворкинг-зоны и музыкальные гостиные. В этом году профиль немного изменили. Сейчас активно идут ремонты. Мы с командой проектного офиса объезжаем муниципалитет и смотрим готовность. Закупается оборудование, но это уже другая траектория. Эти точки роста будут отличаться. Это химия, физика, биология, то есть наполнение кабинетов. Как раз то, что необходимо для повышения качества образования. В Удмуртии новые точки роста откроют 1 сентября. Всего к 2024 году в регионе будет работать 157 таких образовательных центров. 500 миллионов рублей из федерального бюджета получит Удмуртия в год села на реализацию программы комплексное развитие сельских территорий. Средства направят на улучшение жилищных условий селян, в том числе льготную ипотеку, а еще развитие социальной инфраструктуры и благоустройство деревень. Переменам сегодня уже радуются жители села Шевыриалово. Это в Сарапольском районе. Здесь отремонтировали сельский клуб. Елена Буховская расскажет. Мы находимся в зрительном зале. Здесь у нас с 2020 года идет ремонт. Шоу в 2021 году мы закончили. Обновили мы полностью сцену. Одежда сцены тоже новая. Кулисы новые, занавес новый. В Шевыриаловском сельском клубе большие перемены. Деревенские их ждали почти три года. Ровно столько ремонтировали местный культурный центр. Капремонт проводили поэтапно. Поменяли окна, проводку, но сначала взялись за кровлю. Крыша протекала и зимой, и летом. Здания признали аварийным, а условия для работы сотрудников экстремальными. Я просто полностью вся приходила сырая из этого кабинета. Выносили ведрами воду. Полностью у нас все книги, стеллажи, все было закрыто клеенками. Вся электрика у нас горела, током дергала. Вот так вот ходили мы, жили. Окна все у нас, просто выпадывали рамы старые. Просто снег сюда задувало. Двухэтажное здание сельского клуба построили в конце 70-х. За это время ремонт здесь был лишь однажды. Вторую жизнь клубу подарил федеральный проект «Культура», инициированный президентом страны. Был частичный ремонт других помещений. У нас танцевальный зал отремонтирован полностью тоже, и стены, и все. Значит, балетный класс у нас осталось пол там заменить для занятий хореографией. И наверху у нас метод-кабинет сделали, тоже ремонт. Санузлы. Отличный. Санузлы обещаю в 2022 году. Мы ждем. Вместе с внешней формой поменялось содержание. Так в зрительном зале будут не только концерты. В планах закупить оборудование для демонстрации фильмов. А еще здесь оборудуют игровую и досуговые зоны, а также кафе, чтобы клуб для селян стал настоящим досуговым центром. Ежегодно мы в рамках нацпроекта ремонтируем. Где-то в прошлом году четыре, в этом году два. Но зато в прошлом году три дома культуры в рамках нацпроекта построили. В этом году два дома культуры строим. Но в рамках партпроекта где-то 22-23 дома культуры ежегодно мы тоже проводим текущий ремонт и приобретаем оборудование для домов культуры. Всего в год села в Удмуртии отремонтируют 26 сельских домов культуры. Кроме того, обновят материально-техническую базу, закупят кресла для залов, световое оборудование для сцены, а также костюмы для артистов. До 2024 года на развитие культуры в регионе Удмуртия получит более полутора миллионов рублей. Елена Обуховская, Юрий Зелененький. Новости. И у меня на этом все. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова